Мое имя Отца и Синяя и Святого Духа. Я спрашиваю, как определить человек, богатый он или бедный? А вот определение какое-то есть в государстве. Говорит, столько-то людей у нас находится за чертой бедности. То есть ниже нельзя. Называет корзиной, сколько требуется человеку на еду, сколько на одежду, одежда на сколько, обувь на год, на два. А у Бога есть какая-то мера богатого и бедного? Когда мы читаем Евангелие, то видим, что это появляется не в Евангелии, а намного раньше. Одна из самых древних книг Святой Библии, это книга Иова. Был богаче всех сынов Востока. Речь идет о тысячах овец, тысячах валов, верблюдов. Не бумажки, как сегодня. Где-то у него там доллар, миллиарды. Это ничего не значит. В один день ничего нет. У него множились стада по благословению Господним и не выкидывали, то есть абортов не было. И в один день он сделался бедным. А почему? Потому что там приходили сыны Божии с Богом. И между ними предстала сатана. Вот когда считаешь, непонятно как так. Что, сатана на небе? Ну и трещь-то идет как раз о небе. На каком небе? Павел восхищен был до третьего неба. Иные говорят, до семи небес. Семи небес нет, это в Коране. У мусульман написано семь небес. У нас написано небо небес. Но предстал нечистый дух. И вот таким человеком, который всех кормил, поил, раздавал, Бог похвалился. И говорит, где ты был? Весь мир обошел. Все видел. А раба моего Иова заметил, как он добр. Не богат, а добр. А как узнать доброту? Вот мы посмотрим Евангелие. Христос, написано, смотрит, как богатые, клали богатые, щедрые подаяния. Режь шла серебро и золото. Медных не было, бумажек не было. Чья это монета, Христос говорит? Что изображено на ней? Кесарь. Бумажки-то потом придумали определенные люди. Это обман. А мы ими живем. Вот речь-то и идет как раз об этом. Богатство определяется расположением. Многие клали. Но подошла одна домица, домов мужа, видимо, потеряла, перебивается с хлеба на воду. И положила все пропитание. Означает, у ней на ужин ничего не осталось. И Господь говорит, а она положила больше всех. Тот положил миллион, он пишет, храм Христа Спасителя, и там все эти миллиардеры, которые ограбили Россию, они написаны там. Они жертвовали, жертвовали очень хорошо. Но что значит хорошо? В Америке сейчас, когда обнаружили одного миллиардера, он оказался один. Он жертвовал столько, что даже вообразить нельзя. Может, 90% прибыли. И не куда-то определенно узнавал, где бедные люди, поддерживал их. Вот сейчас фильм такой поставили. Иннокентий Сибиряков. Советую себя посмотреть. Один был такой богатый. Золото промышленник. У него много денег. И он открыл двери. Каждый день у него приемы. Больше вот этой комнаты. Там с детьми пришли. И он всем абсолютно дает. Студенты, он им повысил пенсию, стипендию. Больные, больницы построил где-то. А золото добывает ему, идет определенный процент. И он не знал, куда деньги девать. Он так жертвовал, что его посчитали ненормальным. А он встретился со старем и говорит, у меня одно желание пойти в монашество. И там он отстроил храм. Сейчас речь идет о его канонизации. То есть это действительно богатый. Богатые клали много. А вдовица положила две лепты. Ну по-нашему-то две лепты, кирпич хлеба. Она больше всех. А кто-нибудь знал это? Да нет, ну что она положила там вот этой пенсии несчастной? Бог смотрит не на то, что ты подал. А что у тебя осталось, когда ты подал. Вот надо научиться верить меркой Господней. Богатые и бедные. Вот идут. Бедные как идут? Житие святых считают. Где? В милотих и козьих кожах. Одеты-то как они были? Конечно, шли, их осуждали. А дети не могут. Бомжи настоящие. Да грязные, да немытые. Так и говорили. Это в буквальном смысле. Ну какая она была Мария Египетская? Это 47 лет. Людей не видела, не мылась, ничего. А перед Богом там все по-другому выглядит. И вот заходят, а тут больной. Он смотрит на них. Петр говорит, посмотри на нас. Он смотрит. Написано, ожидай, что подаст. Он думает, сейчас он рукой подняет в карман, достанет и подаст. Он говорит, серебра и золота нет у нас. Вот и весь ответ. Только что туда смотреть на вас? А вот что имею, то даю. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. Да сколько богачей могут, не могут. Воскрешать никто не может. Царь может умерщвлять, но не воскрешать. А Господь сказал, и человек восстал. Лазарь, гляди вон, а кому говорить, когда он мертвый там лежит? И он вышел. Вот это богатство. И Господь говорит об одном человеке. Урожай у него в поле был хороший, как у нас нынче. Это редкий момент такой, некуда помещать. Ну, просто я вот прошел, посчитал примерно. Ну, это только 120 тонн примерно лежит. Это бог дал. Не ворованно, ничего, как Некрасов пишет. У тебя ничего ворованного нет. Это Господь тебе дал. Теперь, вторая задача, как распорядиться? Как перед богом? Бога примем мы? Соработите или нет? Да когда-то было. Нет, это сегодня. Земля Божья, дождь Божий, солнце Божье. Все Божье. И бог и здоровье дал. Поэтому молиться надо. Не только дай урожай, чтобы правильно человек им воспользовался. Когда ты так говоришь, говорят, что ты еще ждешь от него? Я жду славы Божьей. Я ни в чем не нуждаюсь. Меня спрашивают, а вы как себя считаете? Богатым нет? Да я не знаю, богаче у меня, может, никого и нету на свете. Что бы только ни подумал, Господь сразу дает. Вот я говорю, мы где ездили? До моей пенсии. Это с места не извинешься. До барабола и то, что заплатить. А мы заплатили за горючие 440 тысяч. Только в одну поездку. Полмиллиона. И бог дал. И вернулись, как будто бы никуда не ездили. Не на рубль не обедняли. Значит, богатый и бедный определяется расположением. Бог наш богатый. Слово богатый, Бог корень в этом слове. И если мы к Богу обращаемся, а богатый был и Давид, богатый был Авраам, и они прославляются у Бога, потому что были щедрые на подаяния. Они видели нуждающийся. Шерстью его овец, его говорит, одевались бедные. Они его так любили, что, когда человек говорит, да сладенький ты мой, вот они так и говорили, готовы были напитаться от мяса моих, то есть плоть мою, как будто бы они съедали. Вот какой перевод дается интересный. Значит, богатство в Боге. И в Бога богатеете. Все земное уйдет, как будто никогда и не было. Какой бы богатый не был, Господь знал, сильно не богатеет. Прямо было сказано. Многих жен не имеет. Соломон как будто это забыл. И что, все потеряно. Все. А Иосиф проданный в рабство. И там оклеветали. Там тюрьма. По какой статете он сидит? По позорной. Ну и что, был рабом, уважаемым, и посягнул на жену хозяина. Да я не, Господь вывел. Сделался первым после фараона. И Израиль, спасаясь, еще из него приходит. И мы знаем эту чудную историю, что богатство в душе. Если мы расположены так, мы должны просить это богатство для других. И Господи, Евангелие дай. Я эти годы все время молился. Вот богатые, вот патриарх, там все, где-то деньги же достают. И показывает нечистым путем, там, из-за чего-то где-то. Ну, Господи, дай, чтобы они одумались. Мне говорят, вот будь ты патриархом, что бы ты сделал? Ну, первым делом сейчас прекратил бы строительство всех рабов. У кого брали долги, отдать. А в деньги, какие есть, пустить на Евангелие, бесплатно раздавать. И вдруг сейчас вот эти с красным переплетом четвероевангелия, крупным шрифтом, и написано по благословению патриарха Кирилла. Это не тысячи, а миллионы. Вот как бог сделал. А вот которые считаете здесь крупно-то. Это ведь тоже там на Урале издал один предприниматель. Такое удобно, как считать-то. То есть, ну, сейчас, по твоей молитве, что ли? Ну, я молился об этом. Я себя чувствую, что Господь слышит и отвечает. Кусок хлеба подали, но он больше не возвратится. А Евангелие возвратится, и ты можешь переписывать, давать другому, начитывать. Сегодня много способов, как его размножить. И вот об этом мы даже сегодня побеспокоимся. Я предстану Богом. Богатей в Бога, это означает милосердием, постом, молитвой, щедрой милостыней. Ты должен увидеть нуждающихся. Я вот сейчас все время молюсь. Я попрошу, чтобы вы разделились со мной эту молитву. Господи, пошли нам жители с детьми и сохрани школу. Одним предложением. И расширь пределы общей. У Бога всего много. Я знаю, люди многие хотели бы быть здесь, но они не могут построиться. По строительству, чтобы это открыло. Средства надо, а потом силы. Как это? Не знаю. Я только молюсь. Если мы согласитесь, Господь говорит, двое или трое, о чем молиться. Я исполню это. Давайте богатеть в Бога. Богатеть. И так будем молиться. Вот заметьте, я просил молиться, на меня нападает, разрушит музей. Все это молились, никого нету. Бог дает таких помощников, там, может называть не хочу, из руководящих, отовсюду. Один депутат написал, чтобы вы его знали. Терентьев. А видимо там-то тоже молитва-то достает. Я говорю, Господи, этого человека обрати, который против. Открой ему свет Евангелия, чтобы в Бога он богател. Не разрушать, а строить надо. И так, определение в нас. Вот коснулось одного богатого человека. Все знали, что он с богатыми только общается. А он, оказывается, внутри за себя таким себя не считал. Да еще низенький, ростом. Иисус идет. Он на дерево залез, помните? И когда дома был, роптали. Кому он призвал? Бедные нашли тут. А он говорит, половина и менее, обидели, не обидели, я отдам. Уже все, я в два раза в бене. А кого обидел, в четыре раза больше отдам. Только скажи. Интересный закон Божий. Если своровал овечку, надо давать обратно четыре овечки. А если быка своровал, пять. Почему? Тоже я по сей день не знаю. А он знал. Видимо, все-таки главная единица измерения были овцы. Господи. Но я не знаю, дальше не говорится. Кто-то, может, подошел и сказал ему, Захей, а ты помнишь, меня там подписал-то лишнее. Я заплатил. Ты меня же обидел на это. А он налоги собирал. Ну как налоги собирали-то где? Руководили. Говорят, сколько должен? Пятьдесят пиши. Там сто-то пятьдесят. Вот он переименовывал сколько. А пятьдесят-то мне он даже... Вот. Кого чем обидел? Вот если мы так будем молиться, это все выйдет наружу. И будет столько радости. Мы столько много нового увидим. Возвращение к этой жизни ни одному человеку не дается. Ну бывает там воскреснет, и он все равно же умирает. Вот предстать пред Господом, чтобы сказать, вот я и дети мои, которых ты дал мне, Господи. Чтобы предстать не голым, чтобы и одетыми не оказаться раздетыми. А как? Когда душа обречется в плоть. Плоть новая, обновленная. И чтобы она была сияющей, радостной во Христе Иисусе, который делает богатым и бедным. Ему слава за все вовеки. Аминь. Аминь.